Где можно подстричь собаку, не заплатив за это ни копейки? Зачем тратиться на салоны красоты? Я, как будущий собаковод, поступлю разумнее. Пойду на мастер-класс по стрижке животных. Один раз заплачу за урок, зато потом всю жизнь собаку буду дома стричь бесплатно. Кирилл пришел на курсы груминга, так называют уход за животными. Таких школ в Москве много. Здесь можно даже новую профессию получить, если отучиться два месяца и заплатить 25 тысяч рублей. Но Кириллу диплом не нужен, поэтому он пришел на индивидуальный мастер-класс. Такие стоят в среднем полторы тысячи рублей. Малыш, перед тем, как стричь, мыть, я вам должна дать некую теоретическую часть. У вас есть где записать? Понятно. Держите собачку, чтобы она не прыгнула. Озик, спокойно. Ты будешь красивым. На тебя девочки будут заглядываться. Разве не приятно? Мне, например, на твоем месте было бы очень приятно. Посмотри, как ребята сидят спокойно. Так, возьмите, пожалуйста, блокнотик. На первом занятии без теории не обойтись. Новички должны узнать все о структуре шерсти собаки. Как ухаживать, чем мыть, как часто вычесывать и еще много полезной информации. И только после этого учеников допускают к практике. Первый этап. Первый этап. Это, ну, скажем, черновая стрижка, да? Это когда снимается лишний объем. Черновая. Стрижка. Ушки. Уши. Чистим удаляем лишнюю шерсть из ушей. И подрезаем какотки. Шерсть. Второй. Второй этап. Мытье. Мытье. И сушка. И третий этап. Это уже когда мы чисто высушенной шерстью уже будем доводить до стрижки, которую мы хотим. Третье. Это непосредственно сама стрижка. Сама стрижка, да. Ух ты. Машинка. Как будто в салоне французского парикмахера стильника. Вы знаете, я вас попрошу, вот там есть розетка внизу, пожалуйста, включите. А у меня такая же машинка есть дома, я ей бороду равняю. Ну, у вас, наверное, не такая, у вас триммер всего скорее. Триммер. Да. Эта машинка мощная, триммер-то он ламочный, он только на бороду рассчитан. Да. А я-то думаю, я своей буду стричь. Нет, вашей не получится. А сколько стоит машинка такая? Машинка сейчас такая стоит до 10 тысяч. 10? Да. 9-10 тысяч. Ура-ля. Так нельзя тянуть, иначе собачке будет больно. После мытья мы будем уже все выравнивать окончательно. Сейчас просто сливим грязь. Ровной стрижки не получится на грязную шерсть до мытья. Так, процесс мытья. 80% клиентов, владельцев, моют собак неправильно. Вот так это. Они берут баночку с шампунем. В общем, шампунь стоит недешево. Хороший шампунь стоит от 600 рублей. Так. Они берут баночку с шампунем, открывают. Ну да, наливают на шерсть. Да, наливают собаке на голову. Это в худшем случае, в лучшем на холку. И дальше включают душ. Душ смывает шампунь с животного. Шампунь уползает у нас в ванну в канализацию. Все, собака не мытая. Шампунь дорогущий и страч. Как надо? Надо. Шампунь любой. Будь он дорогой, будь он дешевый, обязательно разводится. Разводится водой. С теплой водой обычно на плаконе написано. Один к трем, один к пяти. Для первого мытья пуделя мы используем шампунь для длинношерстных пород фирмы из Сен-Бернар из серии черное-белое. Шампунь хорошо смывает грязь, глубоко очищая и смягчая шерсть. Начинать надо с головы? Начинать надо с хвоста. А если шампунь попадет в глаза? Ничего страшного. Для животных делают так шампунь, что они не щекают глаза. И при проглатывании собака не отравится. Вот еще одна причина, по которой животных надо мыть специальным зоо-шампунем. То же самое касается и остальных средств по уходу за шерстью. Бальзамов, кондиционеров, кремов и масок. Все это стоит недешево, но при грамотном подходе средств хватает надолго. Для второго мытья мы также используем шампунь для длинношерстных пород марки из Сен-Бернар из серии традиционной линии плюс. Это шампунь нового поколения, так как он изготовлен без использования лауретосульфата натрия. Для того, чтобы потом кожа не сохла, волос не ломался, мы обязательно используем бальзам. Сразу после применения шампуня мы наносим на шерсть пуделя бальзам из серии традиционной линии плюс, который предотвращает спутанность шерсти. Столько заморочек с этим мытьем. Первый шампунь, второй бальзам, кондиционер, спрей какой-то специальный. Да я так себе голову не мою. Одно утешает. Собак надо купать раз в две недели. Все, теперь переходим к ножницам. Ножницы у вас есть? У меня? Да. Но вы же хотите дома с вами встречать. Какие-то есть. Пишите следующую статью расходов ножницы. За хорошие ножницы придется выложить еще как минимум до 10 тысяч. Что-то не получается у меня никакой экономии. Инструменты дорогущие. А и тут Татьяна обрадовала. Говорит, надо минимум на 4 мастер-класса сходить, чтобы научиться стричь прилично. А это по полторы тысячи каждый. Стричь раз в три месяца, стоять вот так. Три часа за столом. Мыть, чесать, массажики, сажики. Все-таки, когда я куплю собаку, если куплю свою собаку, я буду ее водить в салон. Вы можете прийти к нам. Вот это новость для Кирилла. Оказывается, в школе груминга можно подстричь собаку бесплатно. Дело в том, что ученикам постоянно требуются модели собаки разных пород. Но к ним есть требования. Возраст от полутора до десяти лет, безупречное здоровье и привычка к стрижкам. А ведь это выход. Вот зачем тратить деньги на салоны красоты, здесь тригут не хуже. Тем более, Татьяна говорит, если студенты там где-то что-то сделают криво, она обязательно поправит. Получайте вашего красавца. Вы знаете, я вам уже сказала, вы по голове его не гладите. Вы все в плечуске собрнете. Ты такой красивый. Ты такой очаровательный. Твоя хозяйка будет в восторге. Уф, 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 уф. Уф, 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 уф.